всем привет здравствуйте меня зовут марина я очень рада что вы по-прежнему со мной заходите ко мне мне очень приятно приветствую тех кто в первый раз зашел ко мне на канал был такой творческий отпуск у меня или кризис не знаю ну знаете так заскучала потому что в моем парфюмер нам шкафу происходило движение менялась продавалась покупалась пробовалась и сказать хочется вам очень многое столько всего всяких эмоций впечатлений сегодня как вы поняли из названия у меня бракар как говорила ранее в своих видео что у нас с этим очень тяжело сложно очень мало у нас российских товаров и на сегодняшний день с такой обстановкой практически нет но у меня есть замечательная подруга и благодаря ей и вот таким возможностям у меня есть эта коллекция daydreams и плюсом два аромата новых вот хочу за себя сказать что ошибочно думала что это российское производство но нет в девяносто первом году был создан холдинг да это имеет немецкие корни и для меня это было неожиданностью история у него не такая уж и большая на сегодняшний день я вот почитала полистала то есть зародилась через время стали открываться магазина в россии больших городах получать какие-то награды и самая большая награда в 2018 году это премия аромат года пускание ниша пускание не люкс но очень интересно все-таки хочется сравнивать многие по отзывам говорят что это не парфюмерия вовсе некоторые наоборот очень восторженно относится потому что цена понимаете такое дело давайте же начинать давайте же начинать принесла себе тут салфеточки чтобы еще раз напоминать парфюмерия это у меня находится около двух месяцев я попробовала естественно сразу при получении но так скажу что было такое разочарование и я подумал ну ладно же действительно что хотелось сразу согласиться что это никакая не парфюмерия но давайте все-таки приступим к моим к моим впечатлениям к моим мыслям начну с своего фаворита который мне понравился больше всего это силки глаз а хочется отметить как и все говорят это форм-фактор да это в общем так аскетично просто занимает очень мало места если бы я оставила всю эту коллекцию то вот так вот если взять я не знаю квадратиком составить это все наверное будет занимать очков так силки глаз очень свежий но он кстати говоря из всех и сразу понравился вот ну просто моментально потому что это чай очень такой крепкий чай с лимоном бергамотом там заявлено черной смородину я ее совсем не чувствую кедр мускус да но прежде всего крепкий очень крепкий такой черный с зеленым чай с лимоном он такой освежающий он такой вот прямо свежий действительно как в жару глоток такого холодного чая с лимоном очень хорош отстоялся стал еще лучше на коже тоже также нравится мне но я не люблю такие ароматы поэтому носите такое не буду но он у меня живет в шкафу с бельем и у меня там есть тоже такие небольшие блотеры и я их пшика и и шкафа правда вот доносится такой освежающий запах лимона и чая мне очень нравится поэтому он у меня будет жить в шкафу но я думаю что летом вот такая поливашка на тело и даже не назвала это парфюмом а вот будем мист какой-нибудь да вот вы приняли душ и расселись он такой действительно легкий свежий ненавязчивый и так хорошо уходит незаметно если есть желание можно добавлять ну вот мой фаворит это вот этот коробочках написано такие интересные аннотации ну наверное вы вам уже уже много раз видео читали я не буду но довольно таки интересно почитать коробочки кстати говоря очень простые тоже лаконичная water или его сравнивают с наркотическим цветком от экс неила до экс нехилла не знаю как правильно сейчас я расскажу так что мне он пахнет уже отсюда мне не нравится и наркотический цветок не как у меня с ним не получается я слышу только такое цинковое ведро такой металлический оттенок зелень да вот как травы какой-то плющ который вот это все есть но больше всего я чувствую вот ведро с водой вот 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 такое вот не знаю почему сейчас я еще раз ой все как и есть вот но не подошло мне не подошел мне этот аромат и цветок наркотический и вот этот когда я вдохнула в первый раз вот сразу меня не мое не мое не нравится не хочу здесь у нас водные ноты персик бергамот плющ жасмин колокольчик пион ой даже носу защипала белый мускус и мох я думаю так что кстати говоря на коже он держится цепко очень так пахнет и уходит и конечно этой прямо не клон для меня но в разбавленном виде в разы он очень похож на этот наркотический цветок я думаю что кто любит этот аромат можно использовать его вот как такой парфюм для дома опять же если вам настолько нравится можете поставить шкаф как у меня где белье вот я думаю что такой хороший будет дружок далее кристалл пион кристальный пион да так здесь у нас я посматриваю здесь у нас пион цитруса шиповник малина фиалка мускус ваниль амбра кедр ветивер знаете в первый момент когда я его только попробовала сказать что это такой сочный большой пушистый пион я не могу я подумала это абстрактно какие-то полевые цветы все вместе но сейчас спустя два месяца вот он у меня постоял да я действительно здесь слышу пион но не цитрусов не малины не такой прямо явный ванилия тоже чудо он сладкий но сладкий наверное вот от этих вот цветов что ли вот которые все такие летние сочные цветы кедра могу допустить мускуса мускус такой совсем легкий но хотелось бы услышать малину я когда ждала эти ароматы я думала что здесь будет пион и малина и это будет такой освежающий летний какой-то такой с легкой кислинкой малинки но нет и потом мои мысли были такие что очень хорошо бы этот аромат подарить девушки там лет 14-15 и хотя знаете они сейчас все такие избалованные когда я хожу по магазинам в парфюмерном отделе и вот такие вот девушки там 15-17 лет душится такими ароматами так которые у всех на слуху очень знаменитый ну значит наверное поменьше можно взять возраст вот мне кажется это самое то он такой легкий очень хорошо уходит с кожи вот я об этом говорю и хочется отметить что большинство этих ароматов очень хорошо уходит с кожи такие не химичные вот есть есть и и все до стойкость кстати говоря у всех хотелось бы лучшего наверное но с учетом цены наверное этого достаточно можно поливаться и дальше флей морхит очень такие были интересные ожидали меня от этого аромата здесь заявлен ликер яблоко цветок абельсина водные ноты жасмин орхидея роза амбра дубовый мох и лесной орех вначале когда я попробовал этот аромат вот такая какофония ничего не понятно просто какой-то запах такой вот из всего я его отставила думаю очень странно хотя отзывы на него хорошие сейчас я чувствую орешки чувствую орхидею чуть-чуть отдаленное зеленое яблоко и как будто бы чуть-чуть вот ореховый ликер но мне кажется это может быть из амбра розы не чувствую водных нот не чувствую совсем и немножко где-то мне разбавленная капля йода в воде вот такое вот он на коже мне совсем не понравился какой-то такой флер как как медухи вовсе как я даже не знаю нет такого освежителя воздуха я не встречала ну вот что-то такое некрасиво мне не понравилось не поняла извините кто любит кто пользует этот аромат остался для меня таким непонятым пожалуй из всех следующий black tulip то черный тюльпан очень хотелось мне его послушать потому что там в сравнениях люди написали что похож на ланком так в 10 раз разбавлены возможно где-то на яблоко цитрусы роза кофе жасмин ваниль сандал и миндаль кофе кофе с сандалом возможно и есть и розочка вот это пожалуй все что я могу здесь слышать вдыхаешь до кофе сандал мне кажется вот эти такие ноты которые здесь и позволяют найти что-то из заявленного из такой с розочкой аромат не могу сказать что они мне не понравился но когда ожидала что он будет похож хотя бы да с чем его сравнивают хотелось больше сочности хотелось больше томности такой скажем про стойкость я не говорю здесь это ни к чему но сказать тем не менее можно так что если там вам очень тяжело и сладко но вот если хотите слушать отдаленно вот это кофе этот сандал такую сладость и с розой да здесь можно это найти учатся что я все ругаю но на самом деле вот ну вот два месяца эти подходы к этим парфюмом и никак у меня не получается ну вот нет все таки когда вдыхаешь ланком да сейчас будет кто-то меня ругать с чем я там сравниваю но просто она в сравнениях и хочется там такая тягучая история сладкая она раскрывается и становится такая такая томная шаль такая вокруг тебя нет здесь здесь нет сладенькая да ну ну так дальше star flowers его сравнивают с липром знаете вот когда вдыхаешь так и правда что-то похоже потому что это запах узнаваемый но если опираться на ноты бергамот грейпфрут мандарин лаванда жасмин пиона цветок ананаса ваниль бабы танка и сандал по итогу очень хорошо сандал с ванилью при таком глубоком вдохе можно найти лаванду и цитрусовые этот кстати аромат наверное на втором месте да здесь все таки с сандалом вот они завернули все эти цитрусы с ванилью и лаванда вот неплохо очень неплохо пожалуй такой интерес вот из моего победителя вот это после да вот этот такой на втором месте у меня пожалуй те кто ищет либра конечно нет придется купить либра вот потому что это не не похоже для меня ей два аромата которые мне достались бонусом это тайгер лили и глотас начнем с тигровой лили и тайгер лили так первое нанесение когда я его открыла попробовала дороге постоял но знаете вот сейчас постояв у меня какое-то время при первом при первом затесте вообще опять же не понравилось а сейчас он постоял и хочет сказать что как какой-то объем какие-то действительно ноты можно здесь зеленые ноты перец черная смородина бергамот груша жасмин роза ландыш фиалка лилия розовое дерево и ланг-а-ланг и древесные ноты кедр пачули мускус ваниль и анималистические ноты да пачули тут все-таки капнули пачули древесные ноты ваниль такая есть некая шершавость лилия знаете я очень люблю лилию и в ароматах если она присутствует я ее слышу вот например даже это ужас нет не буду с этим сравнивать потому что совсем другой аромат совсем другой сегмент но все-таки там где лилия есть и она хорошо там слышно качественно нам представлена я ее слышу здесь нет некая шершавость может быть джасмин ландыш вот такой вот и ланг-а-ланг мне дает мы ли здесь этого нет но все-таки знаете вот по прошествии времени хотя бы вот еще раз повторюсь он обрек какие-то очертания потому что первые первое нанесение на кожу ничего не понятно я не знаю вы знаете вот готовишься снимать видео не то чтобы мне всегда хочется сказать хорошо но я не люблю и люблю говорить плохо могу сказать что нравится не нравится получается что мне больше большинство из этой вот линеечки не понравилось к сожалению был голубой лотос да скажу так что вот эта водяная лилия лотос роса зоновая свежесть ландыш здесь белый мускус я такие ароматы уже не ношу и они меня не привлекают очень давно вот но я могу оценить красоту таких ароматов свежим для меня это для меня свежая такая категория здесь я очень хорошо чувствую вот эту водяную лилию или это лотос водные ноты озоновые даже некие потому что в аромате есть воздух вот кто любит такое если кто-то почитал и увидел что сравнивать с мингшу ну отдаленно очень-очень в пять раз разбавлено может быть и есть но это нужно постараться опять же найти наверное такое отношение потому что мне сейчас не нравится такие ароматы белый мускус вот опять же мускус и такая интересная история да мы все знаем много парфюмерных домов у которых это допустим такая нить вот просто как самое главное да мускус и да допустим мантали мускус и да все их знают кто-то ненавидит кто-то любит но там четко прорисована эта история во всех этих ароматах сегодняшний где был заявлен мускус я могу сказать что я его практически не слышал такая история вот такие мои впечатления ли вам полезно интересно напишите расскажите может быть я заблуждаюсь или какой или сколько времени нужно отстаиваться этим ароматом но на сегодняшний день мое впечатление такое я не буду говорить что это не парфюмерия это конечно же парфюмерия потому что она заявлена таковой но для себя оставлю только силки глаз пускай живет в моем шкафу все остальное буду продавать буду меняться на что-то кто захочет также как и я познакомиться с этими ароматами потренировать свой нос и вообще удовлетворить свое любопытство как и я вот спасибо еще раз что вы ко мне зашли посмотрели вот на такой в таких ушках хочется закончить у нас сегодня рождество празднует католическое рождество всех поздравляю кто рядом со мной кто празднует этот праздник хорошего светлого рождества исполнение всех желаний мечт и давайте все ждать с нетерпением новый год я надеюсь что у меня получится еще выпустить видео потому что сказать есть много много чего до новых встреч и увидимся